Я Алиса Драко. Сегодня мы поговорим о самых любимых забавах зимой – санках и коньках. Кататься на санках не всегда удобно в связи с погодными условиями, но зато вы можете насладиться катанием на коньках. Для этого я советую вам выбирать оборудованные коньки, так как катание на замерзших водоемах бывает очень небезопасным. Вот и мы решили отправиться на крытый каток в Ледовый дворец. Сегодня моей главной задачей будет не просто покататься на коньках, а научить мою подругу Марию, которая еще ни разу не стояла на льду, базовым движением. Любовь к конькам мне привили папа и мой брат. Мы с самого детства каждую зиму ходим на лед, и всегда это весело. Мой брат занимался раньше хоккеем, поэтому он всегда учит меня чему-то новому. Ну все, ты готова? Да, идем на лед. Знаешь, Мария, очень важно уже переобувшись в коньки не ступать на плитку, а идти только по резине. Во-первых, это связано с тем, что коньки могут сточиться, а во-вторых, ты можешь просто упасть. Ой, так прохладно. Но я думаю, в процессе мы еще разогреемся. Для начала нам нужно понять, что на льду мы стоим на немного согнутых ногах. Так себе будет легче держаться на льду. Дальше мы начинаем делать простые шаги, просто как ты обычно идешь в обычной обуви. Видишь, очень важно, чтобы вес своего тела находился всегда в одной плоскости, то есть не так, не так. Так ты будешь фазать. Всегда старайся держать одну точку опоры, центральную. Ну вот, у тебя уже получается. Может, попробуем оторваться от бортика? Осторожно, аккуратно, вставай. Еще одним упражнением, которое позволит тебе увереннее стоять на льду, является следующее. Ты становишь пятку к пятке и пытаешься сделать своеобразный круг, и замкнув при этом носки. Вместе ставь пятки и раздвижайся в стороны. Да, да, у тебя хорошо получается. Спасибо. Старайся сразу смыкать носки. То есть ты немножко совсем, да, 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 вот так. Разводишь и сразу направляешь внутрь. Следующим этапом в обучении являются уже как раз попытки ехать коньком. Коньком – это самый простой стиль, когда ты просто едешь елочкой. То есть одну ногу в одну сторону, вторую в другую. И таким образом перемещаешься по льду. О, у тебя хорошо получается. Может, ты попробуешь без моей помощи? Давай. Ну что, Мария, тебе понравилось? Да, очень. Спасибо, Алиса. Теперь я уверена стоять на коньках, и я думаю, что каждую зиму буду выходить на лед. Мария, мы с тобой обучились всего лишь базовым движением на льду, но с нами сегодня катается девочка, которая показывает просто восхитительные элементы. И теперь тебе будет чему поучиться. Привет, Юля. Привет. Расскажи, как ты научилась так кататься? Первые четыре года на фигурном катании я занималась именно на этой арене А в одиночном катании. Меня учили с пяти лет. Все по минимуму, меня учили, учили. А потом меня перевели на парное катание, и после этого я уже занималась напарным. Вот видишь, ты уже настоящий профессионал, а Мария сегодня пришла на лед в первый раз. Может, у тебя есть какой-нибудь простой элемент, который может повторить любой человек, даже не будучи профессионалом фигурного катания? Есть такой элемент, это переворот назад, как бы мы едем. Он выполняется вот так. Едем, устойчиво стоим, переворачиваем и делаем фонарик. Разгоняемся. И уже делаем переворот. И фонарик, и все. Ну, в принципе, мы мелочи все правильно сделали, и у вас даже получилось. А ехать назад уже как бы фонариками можно. Есть еще один элемент, это катание на одной ноге. Он выполняется вот так. Но у этого элемента есть много разных выполнений. Можно ехать с высоко поднятой ногой, можно ехать как бы более вот так вот, согнутой ногой. И можно на одной, но эту ногу как бы назад. Но это, в принципе, по-настоящему все. Спасибо большое тебе, Юля, что научила нас новым элементам. Теперь мы с Марией знаем, что всегда есть к чему стремиться. Мы покатались на коньках. А как любили развлекаться в детстве зимой взрослые, узнаем прямо сейчас. Ну, в основном, наверное, на санках каталась. Да, я с горки каталась на санках. Санки, коньки, речка, клюшки и все прочее. Только коньки. У нас были санки. Обычно каток был тут на стадионе. Вот туда и ходили отдыхали. Мне сегодня было очень интересно. Но чтобы было интересно еще и вам, мы придумали конкурс. Снимайте видео, как вы катаетесь на коньках вместе с друзьями или родителями. И выкладывайте в свой инстаграм-аккаунт под хэштегом «Вместе с классным часом». Через месяц мы опубликуем видео победителя в инстаграм-аккаунте «Классного часа». И даже покажем это видео в программе. Пока-пока!